Маме на родительском собрании рассказывают, что ее сын ударил девочку, и инспектор школьный приглашает маму на беседу профилактическую. Мама приходит, ну это первый раз, она даже этого инспектора раньше в глаза не видела, что называется, пришла с ребенком, туда же пришла мама девочки, пострадавшей, так скажем, от этой детской шалости. И в этот момент дети мирятся, просят прощения друг у друга, и девочка у мальчика, и мальчик у девочки. Но в то же самое время школьный инспектор на планшете участкового, то есть она позаимствовала планшет, у своей коллеги она составляет протокол по статье 127 неисполнение родительских обязанностей и выписывает штраф. Мама не понимает вообще, что происходит, она подписывает и платит штраф, потому что если сразу заплатишь, то в два раза меньше. Она заплатила 17 500. И потом она стала выяснять, и до нее стала доходить, она понимает теперь, что обжаловать штраф уже нельзя, потому что она таким образом признала вину. Но вообще вот вся вот эта ситуация для родителей, вы не могли бы разъяснить, вот как себя вести в таких ситуациях в полиции со школьным инспектором? Вообще имеет ли право школьный инспектор выписывать такие штрафы? И еще один вопрос. Маме сказали, когда она стала разбираться, писать жалобы, что теперь на вас будет в любом случае висеть эта статья 175 в течение года. И если будет повторное нарушение, тогда, возможно, уже встанет вопрос об изъятии ребенка. Так, ну давайте, наверное, у меня сразу же вопрос возникает. Когда они составляли протокол, они объяснительного не взяли? Нет, ничего не объяснили. Никаких объяснительных ничего. Объяснительный, имеется в виду, сам родитель писал о том, что он согласен, допустим, с тем или иным штрафом и так далее? Нет. Со слов мамы нет. Очень интересно, потому что, по сути дела, принцип административного законодательства, он заключается в том, что презумпция невиновности. То есть пока не будет доказано, это должно быть либо доказано, что он сам говорит о том, что да, я виноват, признаю, привлекайте меня к ответственности. Вот это является признанием. Если же такого признания нету, то тогда каким образом идет составление административного протокола просто на основании каких-то своих убеждений, вот это вот мне непонятно. Это первый момент. Второй момент, да, родитель, будем говорить так, допустил оплошность в том, что он не затребовал. Вот смотрите, вот просто давайте попробуем сделать так, наверное, проще будет объяснить с моей точки зрения, если бы я был родителем, да? То есть мое поведение, так будет проще людям понять, да, мое поведение. Через мое поведение, допустим, мне говорят о том, что твой ребенок там, допустим, что-то там нарушил. Я говорю, первое, то есть предоставьте факты, поскольку первый момент все основывается на доказательствах. Доказательствами являются не просто какие-то умозаключения, чьи-то там доводы и так далее, а конкретные факты, есть они или нет. Если мне эти факты предоставляют, то я говорю, естественно, первое, это разъяснение мне моих прав. Вот это самый основной момент, который нарушает почти все сотрудники полиции, сколько я с этим сталкивался. К сожалению, это практика такая. То есть в рамках статьи 744 административного кодекса они должны разъяснить права, в том числе на бесплатного адвоката. То есть почему? Потому что именно в этом моменте адвокат нужен. Вот как вот здесь и произошло, что мама не знает своих прав, не знает, как себя защищать, не знает даже вообще, что произошло на самом деле, да? Соответственно, адвокат должен быть предоставлен. Но прежде чем его предоставлять, должны были разъяснить мне моего права. Если мне разъяснили, я услышал, что мне бесплатный адвокат положен, я говорю, дайте мне адвоката. Все, мне его предоставляют. И дальше уже проще, конечно, как говорится, разбираться с этим вопросом. Это один момент. Второй момент это то, что она допустила ошибку, что произвела оплату. В действительности есть такое в административном праве, когда человек начинает производить оплату, то есть это такая вот, как говорится, есть такой, может, прикол слышали, да? Когда гаишник останавливает, говорит, звонок другу, говорит, 50 на 50, говорит, да, или же оформляет. То есть, как этот, кто возьмет миллион? Вот точно таким же образом, как правило, говорят, что 50 на 50, то есть штраф будет половина, если ты оплачешь сразу. Оплата сразу – это признание. И поскольку она его признала, конечно, сейчас остваривать будет очень сложно. И говорить о том, что разъяснили, не разъяснили права, тоже будет очень сложно. Но, тем не менее, у нее есть право, тем не менее, попробовать написать заявление в прокуратуру на проверку законных действий данных сотрудников. Потому что, как вы говорите, взяли чужой планшет, оформили, не разъяснили права, каким-то образом что-то там где-то привлекли к ответственности. Поэтому через прокуратуру можно. Теперь, касательно, имеют ли право привлекать, да, это разложена 127-я статья на правоохранительные органы. То есть, второй момент – могут ли ограничить в родительских правах? Ну, честно скажу, если мы будем подходить буквально, то мы пол Казахстана можем сейчас, даже больше, больше пол Казахстана мы можем лишить родительских прав. Я объясню. Здесь одна статья есть, Кодекс о браке и семье, 75-я статья. Я сейчас объясню. Вообще ситуацию – это очень интересная статья, по сути дела, и многим она будет, как сказать, на пользу. 75-я статья Кодекса о браке и семье у нас говорит о том, что решение родительских прав допускается строго в пяти случаях. Вот давайте попробуем их разобрать. Первое. Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе, злостно уклоняется от уплаты алиментов. Вот у многих сразу, наверное, возникло – о, алименты не платят, значит, будем лишать родительских прав. Сколько мы знаем алиментчиков, которых не лишают родительских прав, несмотря на то, что они годами не платят. Знаете же, да, то есть, Анастасия, вам в курсе, это тоже такая проблема есть. То есть, соответственно, в чем же суть здесь этого пункта? Взлостности. Взлостность – это значит привлеченные к административной ответственности, привлеченные к уголовной ответственности. И после там, а еще должно быть, как говорится, много обстоятельств, которые к этому толкают. Только после этого можно говорить о том, что да, его можно лишить родительских прав. Но, как правило, до взлостности мало кто доводит. Второй момент здесь написано – уклоняются от выполнения обязанностей родителей. Смотрите, обязанность родителей – давать воспитание, образование, будем говорить, медицину и так далее. Невыполнение обязанностей, оно не может быть. Вот, допустим, я не пустил ребенка в школу на 5 дней. Если юридически подходить, вот как эта статья звучит, то меня лишат родительских прав. Они скажут – ты же не предоставил образование ребенку? Вот ты злостно, допустим, 5 дней не предоставил мне справку медицинскую. Поэтому мы тебя будем лишать родительских прав. Нет. Несмотря на то, что звучит статья таким образом, здесь должно быть комплексность. Комплексность мы сейчас дальше ниже разберем, в чем заключается комплексность. То есть, значит, здесь должно быть, как минимум, антисанитарные условия. Это должно быть неблагополучная семья. Это должна быть неоднократность. То есть, и только при всех этих обстоятельствах, когда видят, что да, ребенку угрожает опасность здесь со всех сторон, в этом случае, да, есть возможность на лишение родительских прав. Но я вам сразу скажу, даже не так. Там в рамках 79 статьи еще сначала делают ограничения в родительских правах. Дают 6 месяцев для того, чтобы посмотреть, исправятся родители или нет. И только после этого можно говорить о том, что уже давайте будем, через 6 месяцев родители не исправились, значит, будем их лишать родительских прав. Вот. Но это не так, что, как вот некоторые недавно пугали, вот из-за вопроса тоже с недопуском в платках в школу, точно такая же система. Вот эти безграмотные руководители школ начали писать, и что самое интересное официальное в этих, что если вы не пустите там ребенка в школу, мы лишим вас родительских прав. Чушь. Вот реально безграмотность этих директоров говорит о том, что нужно понимать саму ситуацию применения этого права и читать их, и только после этого об этом заявлять официально. Вот. То есть первый пункт. Второй пункт. Второй пункт. Сильно заостряться не будем. Это те, которые оставили своего ребенка в родительном доме, в детдоме самостоятельно. Написали, я не хочу своего ребенка, пожалуйста, заберите. Не останавливаемся. Просто это второй момент, да. Третий момент. Злоупотребляет своими родительскими правами. То есть у родителя есть определенные права. Право на воспитание ребенка, право недопуск в свою квартиру, да, в рамках конституции и так далее. То есть, но злоупотребляя своим правом, что он не пускает никого родить к свой дом, чтобы видеть, как ребенок живет. Злоупотребляет своим правом на воспитание и берет его, использует для, допустим, распространения наркотиков, да. Ну, там бывает же вот закладки, и вот ребенок ходит, он злоупотребляет своим правом. Вот в этом случае, да, могут рассмотреть вопрос о лишении родительских прав. И то, здесь вопрос стоит, если родители не привлекут к уголовной ответственности по тому, что он делал, допустим, да, то и то его, скорее всего, временно ограничат, посмотрят на его, будем говорить, поведение, потом будут вопрос решать. Это третий. Четвертый пункт. Жестокое обращение с ребенком, в том числе, осуществляет физическое и психическое насилие над ним. То есть, покушается, в том числе, и покушается на его половую неприкосновенность. То, что покушается на его половую неприкосновенность, это однозначно. Все, берем и оставим, как бы, без всяких вопросов. А вот теперь вопрос. Помните, мы с вами, когда по СБН разбирали, да, семейно-бытовое насилие, что такое физическое и психическое насилие? На самом деле, мы с вами по СБН, когда разбирали, эта же норма существует сейчас в кодексе, она уже давно есть. Понимаете, она уже давно есть, по сути дела. А вот здесь вопрос, я вам скажу, риторический и большой. Буквально в прошлом году, если не ошибаюсь, прошлый, полупрошлый год, я попал на одну онлайн-конференцию. Это была конференция судей Южно-Казахстанской, по-моему, области, если не ошибаюсь. По вопросам применения ювенальной юстиции, то есть связанной с правами детей и так далее, и при участии представителей Верховного Суда. Вот. Я в это совещание попал, и я задал вопрос тем специалистам, профессионалам, которые ежедневно лишают родительских прав. И я задал вопрос. Статья 75, пункт 4. Что подразумевается под понятием физической и психической насилия? Вот знаете, будем говорить, судья, который каждый день с этим занимается, она не смогла мне дать ответ на вот этот вопрос, хотя каждый день она этим занимается. Я вам объясню, потому что четкого определения в нашем законодательстве на сегодняшний день по многим вопросам нету. Понимаете? Если, конечно, захотят, вот просто бывает же такой момент, я буду чуть-чуть слово грубое использовать, тупо, использование определенной нормы, чтобы кого-то посадить. Как у нас это было раньше в свое время. Сажали за там одного слова, неправильного репоста и так далее, без разговоров, да? То есть это тупое применение закона без его разъяснений. Вот. Если таким образом, то да, конечно, они могут взять эту статью и сказать, вот ты ударил по жопе, ты физическое насилие использовал? Да. Все, давай мы будем лишать тебе родительских прав. Wi-Fi отключил? Отключил. У ребенка было психическое состояние дрожи, что он там, как говорится, как без воздуха сидел? Да. Значит, было психическое насилие. Если это утрировано, как оно написано в законе. Но, поскольку я имею определенный опыт и судьи имеют определенный опыт, то здесь используется комплексность. Комплексность. Комплексность, это значит не просто он физически его там ударил, да? Это вопрос стоит в том, что это было систематически. Это говорит о том, что это опасно для ребенка. Потому что бывали так, что ну ремнем по жопе ударил, как говорится, у него никакие кости от этого не сломаются, да? То есть это принцип воспитания, где там могут там максимум выговор сделать родители, если дойдет до каких-то разбирательств. Обычно оно даже не доходит до чьих-то разбирательств. Вот. Потому что детям штаны не снимают в школе для того, чтобы проверить, бьют ему по попе или нет. Вот. Поэтому мы все это, думаю, и вы, и мы все это прошли в свое время, да? И это было ничего страшного такого. Как говорится, побаловался, получил и нормально, как говорится, выросли никакими не дурачками и довольно-таки хорошо. Вот. Соответственно, физическое, психическое насилие, оно и должно иметь комплексность. Я еще раз повторюсь, это неблагополучная семья, это наличие каких-то болезней, что в результате не злоупотребления своими родительскими правами или там невыполнение своих обязанностей по воспитанию ребенку, по его здоровью и так далее, дошло, что он там болеет определенной болезнью, они смотрятся не так. И к этому всему еще они в состоянии алкогольного опьянения взяли еще и побили ребенка, да? То есть, в этом случае, да, мы видим конкретно, что здесь есть комплексы, понимаете? Вот. Тогда эта статья 75-я, пункт там, допустим, 4-й может быть использован. Следующий пункт, 5-й. Злоупотребляет азартными играми, пари, спиртными напитками, что там у нас там, наркотическими средствами, психотропными веществами. Если, опять же, вернуться в 90-е годы, да, то по вот этой статье можно было, блин, каждого, наверное, 70% родителей лишать, потому что все пили, все какой-то был. Это сейчас идет такое аккуратное снижение, снижение потребляемости алкоголя, но по вот этому пункту можно всех подряд лишать, понимаете? Здесь тоже, опять же, должно быть комплексность. Комплексность – это не просто, что он злоупотребляет азартными играми. Ну, сейчас многие азартными играми злоупотребляют, но я вспомню ту историю, которую я очень часто рассказываю. Вот когда ко мне обратилась одна женщина, она многодетная, и вот ее муж, насколько я помню, он, получается, злоупотреблял азартными играми. И он не то, что зарплату свою, он все, что дома было, повыносил. То есть, поскольку у нее не было надежды на то, что он будет нормально содержать семью, соответственно, она уже что сделала? Она купила себе вот эту машинку швейную, и за счет нее она, будем говорить, содержала свою семью, своих детей. Так вот этот вот нелюдь, как бы не отец, да, потому что отцом его назвать нельзя, он просто-напросто ночью забрал даже вот эту последнюю машинку, вот эту, на которой она зарабатывала для своих детей, и проиграл ее. То есть, отдал куда-то в ломбард, получил деньги и пошел дальше, проиграл, да? Вот этих родителей, да, их нужно лишать медицинских прав. То есть, она имеет право подать на него, показать, насколько это уже отвратительно, да, то есть, он забирает последний кусок хлеба у своих же детей, не то, что там алименты платят. Вот, поэтому вот в этом случае, да, вот этот момент, как говорится, является тоже основанием. Вот это пять пунктов. Для того, чтобы было понятно, что они буквально не могут быть применены в его словесном выражении, вот 79-я статья этого же кодекса говорит, что ограничение родительских прав допускается вследствие поведения родителей, то есть, предусмотрена 75-я статья, которую мы перечислили, да, но при этом не установлены достаточные основания для лишения родительских прав. Значит, должны быть достаточные основания. Не просто, что он там ударил ребенка, не просто, что он психически насилие сделал, и не просто, что он не выполнил свою обязанность, а достаточные основания. Поэтому 79-я статья, она говорит еще о предварительном, это ограничение родительских прав, то есть, в течение этого периода наблюдают и так далее. То есть, поэтому лишение родительских прав, это не такой момент, что они взяли, там, один раз он там что-то сделал, и они там второй раз его сразу подают на лишение родительских прав. Вот этот момент, как бы, с этой позиции. Вот как бы, вот это применение законов. Жаслана, у меня несколько вопросов. Вы упомянули, что должны предоставить доказательства, чтобы родители не велись, так скажем, а они должны изучить, что есть против их ребенка. А как понять доказательства? Какого рода доказательства это могут быть? Смотрите, первый момент доказательства, если мы знаем, что в школе имеются видеосъемки, то есть, камеры, да, которые не работают, особенно в Карагаде, будем этим заниматься отдельно. Вот. То есть, первый момент, это камеры. Второй момент, это, допустим, того, что она написала в объяснительной, признательной. Кстати, я, для того, чтобы вам было понятно, я сейчас вернусь чуть-чуть в одну историю, которая произошла со мной, и чтобы вам было понятно, как на самом деле собираются доказательства, и когда они не могут ничего сделать. Принцип, принцип административного права, неважно, это с ребенком связано или с сотрудниками ГАИ связано и так далее. То есть, допустим, как-то раз я выезжал со своего, будем говорить, места, где я парковался, это было давно, и парковался не только я один, там парковалось у нас три или четыре соседа. То есть, места для машины, потому что других мест нет. И вот там, получается, такая ситуация, семь лет мы парковались, вот я семь лет жил, семь лет я там парковался, и все остальные мои соседи. Но в действительности, чтобы, как говорится, это место пустое, нам необходимо было, ну, где-то, может, сантиметров тридцать наехать на, будем говорить, пешеходный проход, где запрещается машине проезжать. Ну, как бы, вот такой вот момент был, да. Теперь, когда я выезжал, сзади, вдоль дороги ехала машина, то есть, с мигалками уже за мной, да, и только выехал, они подошли, и вот смотрите, как они, вот этот момент, как здесь собирается доказаться. Я вышел, то есть, его первая задача была со мной провести диалог, он говорит, вот вы отсюда выехали и нарушили какое-то правило дорожного движения. Я, как юрист, я как юрист, и как, будем говорить, верующий первый, я не обманываю, я просто перешел в рамки закона, вот, чисто в рамки закона. Я не говорил, ой, извините, или нет, я имею право, я просто говорил, доказательства есть. То есть, они говорят, есть, я говорю, предоставьте. Они мне предоставляют доказательства только, когда я уже выехал, то есть, уже вдоль дороги фактически встают. Я говорю, где доказательства? Они говорят, вот, ваша машина, видите, она выехала? Я говорю, вижу, что она вот здесь стоит и осуществляет разворот, где не запрещен. Они говорят, ну, она же откуда-то выехала. Я говорю, ну, вы же должны это доказать. Они говорят, ну, вы что, отрицаете? Я говорю, ничего не отрицаю, я просто говорю, что вы мне должны предоставить доказательства. Есть доказательства? Они говорят, ну, нету. Ну, говорю, нету, тогда я поехал. Они говорят, все, извините, можете ехать, да? То есть смысл какой? У них есть вот этот жетон, да, иногда. Жетон, он нужен для того, чтобы фиксировать, поэтому иногда бывает про компрометирующие такие вопросы задают, да, вот, а вы это делали, вы же сделали это, и родители говорят, ну извините, да, мы это сделали, тот, и тот. Все, он сдал свои доказательства. То есть таким образом он признался, и это видео завтра будет использоваться уже против него в суде. Правильно? Как помните в фильмах? Вы можете хранить в молчании, все, что вы скажете, будет использоваться против вас в суде, у вас есть право на бесплатного адвоката, на бесплатный звонок. Это вообще на самом деле у нас в законодательстве тоже есть такое. То есть, поняли, да? Поэтому сбор доказательств лежит на тех лицах, которые возбуждает административное производство. Человек, на которого составляется административный протокол, не обязан ничего собирать против самого себя. Он может вообще не отвечать, сказать, я вообще ничего не буду вам говорить. Принесу эти доказательства будем разговаривать, я часто так делаю. Я говорю, есть доказательства, будем разговаривать. Нет доказательств, я пойду. Все. Поняли, да? Вот смотрите, все-таки вот по ситуации со школьными инспекторами, то есть доказательства, если нет прямого доказательства из видео, то есть, допустим, заявление от класса, как мама потом узнала, впоследствии, через несколько дней, что оказывается класс написал якобы заявление на нее, то есть другие родители. Вот это считается доказательством? Нет. Смотрите, первый момент, что значит родители написали? Эти родители, что они там, как говорится, свечку держали, с камерами сидели и смотрели это все. Вот в этом вся и суть. То есть просто так от того, что родители написали, они могут все, что угодно. Но они завтра напишут на руководителя школы, что он вот такой вот нехороший, он такие вещи делает, да? Они скажут, где доказательства? То есть на основании просто того, чтобы где-то что-то собрались и говорить, это не является основанием. К тому же мы не исключаем, что и руководитель может с этим, будем говорить, определенным родителям, такие случаи есть, кстати, да, может иметь неприязненные отношения и настроить целый класс против этого родителя. У меня такое в практике было, когда одна женщина обращалась, она действительно отставила права своей дочери, я помню, молодая девушка, она на уши поставила целую школу, целое горано в свое время. И поскольку они не могли с ней справиться, они уже использовали такие моменты, как натравить родителей на нее, понимаете? Поэтому это не является доказательством и основанием для возбуждения административного производства. Только факты и ничего иного. А что же тогда инспектору делать, как он тогда? То есть получается он может только вот таким образом подловить родителя, выписав ему штрафы и предложив заплатить половину? Ну, как правило, так и делается, как правило, так и делается. То есть где-то что-то через разговоры, ну просто я говорю, мы сейчас еще раз говорю, не говорим о том, что как научить родителей обходить эти законы. Да, мы сейчас говорим, как в рамках закона должно это проходить. А в рамках закона это должно проходить так, что тот, кто возбуждает производство, тот и предоставляет доказательства. Не предоставляешь доказательства, административное производство не может считаться законными, оно подлежит уже обжалованию, понимаете? И еще один вопрос. Школьный инспектор составляет протокол на планшете. Мама, например, говорит, дайте я ознакомлю, дайте мне бумагу, я спокойно прочитаю. А поскольку на планшете, школьный психолог говорит, ну вот сейчас же мы только на планшете, ничего не поделаешь, не будет вам протокола. Как в такой ситуации? Смотрите, право лица, в отношении которого ведется административное производство, затребовать копию протокола. Это прописано в административном кодексе, его никуда не денешь. Поэтому на это лицо, которое составляет административный протокол, хочет он того или не хочет, он обязан выдать копию протокола на руки. О чем должно быть отмечено, что копия протокола вручена на руки лицу, в отношении которого возбуждено административное производство или составленный протокол. А если это происходит в неудобной обстановке, вот как, например, в этом случае, который мы разбираем, там они вообще... Не важно в какой обстановке, не важно в какой обстановке проходит, право прописано, они должны это делать, и все. Это уже никого не касается. То есть мама вот это все говорит, разворачивается и уходит домой спокойно? Ну, по сути, дело так, то есть есть доказательства, но, естественно, еще я бы советовал всегда производить фото-видеосъемку. А в данном случае лучше видеосъемку диалога, и это право, оно в принципе не противоречит законодательству, то есть человек имеет право при исполнении этого должностного лица снимать, и в том числе даже выкладывает в социальных сетях, потому что это не нарушение его права, это осуществление его должностных обязанностей, которые должны быть публично и открыто для всех граждан Республики, и проблем нету, и тогда у вас будет самих доказательств о том, что на самом деле предоставили вам адвоката. Дали вам возможность изъясняться на доступном вам языке, то есть предоставили ли вам копию протокола, который вы должны получить, да, и так далее. То есть если этого нету, то вы завтра эту видеозапись будете использовать против них в суде для обжалования их действий, если вдруг они просто-напросто возьмут и составят этот протокол. Жаслан, тогда я подвожу итог. Вы сказали о том, как я поняла, что родителям, во-первых, не нужно бояться того, что у них так просто отберут детей, это невозможно. Во-вторых, это невозможно, это очень сложно, это очень сложно, и в таких случаях, кстати, хотел бы обратить внимание ваше, да, на то, что у нас очень часто любят, как говорится, раскидываться словами о лишении родительских прав, да, тогда как у нас на улицах бегают попрошайки в мороз, и вот здесь как раз злоупотребляют своими должностными, будем говорить, своими оправами родители, используют ребенка в каких-то, будем говорить, незаконных действиях, подвергают его опасности, понимаете, то есть вот эти дети, по идее, должны подвергаться в первую очередь на лишение родительских прав. Но у меня возникает очень огромный такой огромный-преогромный вопрос, неужели это чей-то бизнес, раз их никто не трогает? Да-да-да, не у вас одного возникает такой вопрос. Чуть сбросил, мне слышно, видно, да? Да-да, Жаслан, все видно, все видно, слышно. У меня слышно было то, что я сказал, да, вот про поводу вот этих детей? Да, по поводу попрошайок. Да, то есть по сути дела даже их не трогают, понимаете, то есть должны быть веские основания, надо даже поднять статистику, сколько родителей на сегодняшний день лишены родительских прав, да, и какие основания, вот если даже базу посмотреть, то увидите там, на самом деле, ну, посерьезнее моменты, а не просто так, что что-то там произошло, если благополучная семья, то есть никаких проблем нету, ну, произошло, драки, ну, извини меня, он на улице, там, режут, грубо говоря, ножами, да, дети, вот. И то, там вопрос просто о привлечении идет, и я не слышал, чтобы вы лишали родительских права. Ну, как бы, не суть, это просто пугалки, сразу скажу. Уважаемые родители, не бойтесь ничего, помните то, что сегодня объяснил Жаслан Адмагомбетов, чувствуйте, пожалуйста, уверенность и верьте в справедливость. У нас в Казахстане пока еще работают законы, и мы будем надеяться, что так и будет дальше, которые защищают родителей добросовестных, добропорядочных. Поэтому не поддавайтесь на уловки и знайте свои права, вы можете всегда затребовать протокол и доказательства. Я добавлю о том, что любые действия тех или иных лиц необходимо обжаловать уже в суде, чтобы не просто так сидеть и ждать, что когда-то что-то там на тебя будет второй протокол составлять, третий протокол составлять. Понимаете? Потому что иногда бывает на самом деле передергивание фактов. Вот реально передергивание фактов, это было в Южно-Казахстанской области, если не ошибаюсь, там был такой момент интересный. Родителя привлекли к административной ответственности за недопуск к обучению, что якобы родитель препятствовал. А на самом деле препятствовал сам преподаватель. Вот он ребенка привел, они его не пускали и взяли, переложили эту ответственность на родителя. Родитель, как говорится, грамотно начал отстаивать свои права и, соответственно, в рамках этого судебного процесса судья вынес к определению самому директору о том, что, извините меня, вы, как говорится, с больной головы на здоровье не перекидывайте. Ну, это я грубо сказал, да, на самом деле вы сами виноваты и пытаетесь сейчас возложить это все на родителей, да. Чтобы вот таких моментов не происходило, родителям нужно тоже проявлять бедительность и в любых случаях, где нарушается их право и незаконное действие, обжаловать это действие через вышестоящие органы, через прокуратуру и через АПК, то есть через суды обжаловать их действие. Вот и все. Вот это надо. Жаслан, я вас благодарю. Зрители вас тоже благодарят за четкие разъяснения. Все понятно. Давайте завершать. Все хорошо, спасибо. Давайте. До свидания. Все, всем пока.